Некоторые специалисты сходятся во мнении, что своё название деревня получила от протекавшей здесь реки Десны. Вдоль Цны возникло несколько деревень, у которых корень от Цны. И, собственно, Цна, и Цнянка, и Затель. В XIX веке существовало две деревни Цны. Поселения между собой поделили помещичьи роды Иотка и Хмары. Основой современной деревни стала Цна Иотковская. Началось всё ровно 200 лет назад, в 1817 году. Тогда новогрудский дворянин Ануфрий Наркевич Иотка приобрёл здесь имение и 365 десятин земли. Раньше на месте водохранилища была возвышенность. Здесь и располагалось имение Иотка. Сейчас это остров Цнянского водохранилища, который образовался в результате затопления искусственного источника воды. Цнянское водохранилище молодое. Оно было затоплено в 1982 году и решает до сих пор важную задачу. В конце 60-х годов в городе Минске начался дефицит воды. Население росло, росли промышленные предприятия, и им требовалось всё больше и больше воды. Наличные водные источники Минска с этим уже не справлялись. И было принято решение перебросить часть водостока реки Вилья в Свислыч. В воле и праце советского человека створается дагетуль небачанная на земли белорусской водная система Вилейско-Минская. Усё подрыхтовано до перекрытия Вилеи. На головный гидровузел прибыли керовники Компарты и Ураду Белоруссии. Так появилась Вилейско-Минская водная система. Цнянское водохранилище стало частью этой водной системы. В настоящее время кулачок земли на водении официально именуют островом Иотка. Официального названия у него нет. На острове запрещена любая хозяйственная деятельность. Это место тихого отдыха и памяти. А также заказник для поддержания биоразнообразия. Старожилы говорят, что временами натыкаются на камни, которыми была вымощена дорога к усадьбе. Жилой дом, службы, флиги для кумыса-лечебницы. Покружено оно было весьма пристойным садом. На острове до сих пор произрастают одичавшие яблони, груши, черешни из этого сада. Самым известным из рода Иотка можно назвать Якова Оттоновича Наркевича Иотка. Он был известным дореволюционным ученым в области атмосферного электричества, профессором электрографии и магнетизма. Его даже называют создателем радио. Кроме того, Яков Иотка был медиком. Он основал первую кумыса-лечебницу в окрестностях Минска и учредил в имении Иотка частный санаторный пансион. Там нередко можно было встретить состоятельных минчан, решивших поправить свое здоровье. Кстати, помимо цны, спустя 6 лет Ануфрий Наркевич Иотка выкупил у Радивиллов фольварок Малысковщина. Он после был преобразован в знаменитое имение «Наднёман». Красноречиво, противоречивая натуру Иотка и их жизненные перипетии описывает герб рода «Лиса в рыцарском шлеме». Одни Иотка сражались за независимость Речи Посполитой, а затем за ее восстановление. Другие Иотка сразу же присягнули новым хозяевам, российским императорам и служили им верой и правдой. Более того, две ветви Иотка потом породнились, но слышать друг о друге ничего не желали. Цна Иотковская была типичной колхозной деревней в окрестностях столицы. Здесь выращивали овощи и злаки для нужд горожан. О том укладе жизни старожилы помнят до сих пор. Дело в том, что еще при Иотках был заведен порядок, что местные жители бесплатно пользовались барским лесом. Они собирали в лесу сучья, ветровал, сухостой, но у них была и обязанность убирать все до последнего сучка, чтобы лес был чистым. И вот этот порядок сохранился и в колхозной деревне Цна Иотковская. Печальные события не обошли Цну стороной. Урочище дичь, ныне известное как Куропаты, входило во владение Иотка. В 30-е годы прошлого столетия здесь были расстреляны десятки тысяч человек. А во время Великой Отечественной войны в окрестностях селения шли ожесточенные сражения. В июне 41-го для многих бойцов 100-й стрелковой дивизии это место стало последним пристанищем. С тех пор прошли годы. После масштабной реконструкции Минской окружной дороги деревня Цна оказалась внутри кольца на северном участке дороги. В 2004-м годе 8-го кроссовика с загадом 174, это президентский загад, были долучены до Советского района Геоско-Цна. Среди перечисленных в указе деревень значится еще и передача городу части деревни Цнянка. При этом прежний топоним Цна Иоткова стал Цной. Сейчас Цна – поселок Контрастов. Улица Сосновый Бор – показательная улица Цны. Почему? С одной стороны вы видите, чем была Цна Иотковская, когда была деревней, а с другой стороны – то, чем она стала теперь, когда вошла в черту города. Минчане называют Цну царским селом, однако царским селом Цна стала еще в 90-е годы, будучи деревней. Но поскольку деревня не была включена ни в какой генеральный план развития города Минска, строительство было достаточно бессистемно. Поселок пережил массу конфликтов, потому что новые дома возводили на местах тропок, по которым привыкли ходить старожилы. Благо сейчас этот вопрос решен. Цна стала полноценной городской территорией со всеми удобствами, но сохранила очарование деревенской природы. А в память о главных помещичьих родах здесь прописались улицы Яотковская и Хмаринская. На карте Минска 2007 года издания Яотковская улица уже была обозначена и внесена в список 1230 улиц и переулков столицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова